Уже четвертый год подряд по инициативе Управления образования и молодежной политики в Берске проводится благотворительная акция «Всем миром». В этот раз в ее рамках на семи площадках города проводится множество мероприятий, чья цель – сбор денежных средств и привлечение внимания общественности к проблемам детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями. Мощь России заключается не в географии, не в территории, не сколько у нас танков, а в русской душе. Что вот этот символ семицветника, то, что на этой сказке вырос и я, выросли мои дети, вот этот оторванный лепесток с запада на восток, он как раз и говорит о том, что вот эта душа наша, добро, любовь должно просто пролететь. И я искренне благодарен за то, что вы ей обладаете и подарили своим детям мир, любовь вашему дому. Спасибо, спасибо за эту акцию. Изначально мероприятие было направлено на сбор денежных средств в фонд помощи пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае в 2013 году. Организаторам и берчанам идея всеобщего сбора денег с целью помочь нуждающимся понравилась и было решено проводить акцию ежегодно, но уже помогая тем, кому нужна такая поддержка именно в нашем городе. Это, наверное, веление сердца. Мы не заставляем педагогов, мы не заставляем детей. Это потребность, наверное, поделиться своей теплотой, добротой с теми детьми, которые нуждаются. Ну а если им еще можно помочь финансово, то мы готовы это сделать. Я видела таких людей, которые инвалиды, которым нужна такая помощь. Нужна не только медицинская, но и такая увлекательная, чтобы они видели, как к ним люди относятся, чего они могут принести, помочь. А вы первый раз участвуете? Нет, не первый раз. Я работаю медсестрой, а это мое хобби, мое призвание, второе увлечение мое. Что вы делаете? Мы делаем вот такие вот обереги, потом вот такие вот обереговые всякие куклы. Это кукла-семиручка, которая семь рук имеет, женщина, чтобы все успела в доме. На данный момент уже собрано 561 820 рублей для 21 ребенка с инвалидностью или с тяжелым заболеванием. Для тех же, кто не успел поучаствовать в акции, но очень хотел бы это сделать, такая возможность еще сохранилась. До 10 декабря в общественных местах города установлены ящики для сбора пожертвований.